Я даже не сомневаюсь, что независимо от того, что будет формально озвучено, какая-то помощь будет оказана. Тут вопрос только в каком объеме, то есть будут ли это вооружения, или же будет начата полноценная операция, как это было сделано в Сирии. Дело в том, что на самом деле Россия в огромном вообще долгу перед Ливией и очень сильно виновата перед ее народом, потому что когда свергали Каддафи, собственно говоря, долг России был оказать помощь этой стране, которая всегда была большим другом России. И, в общем-то, это был форпост нашего влияния в регионе, в частности. Но это сделано не было, это личная вина Медведева. Я думаю, что этот человек рано или поздно за это, собственно, ответит. Его, по большому счету, за это надо будет судить. И сейчас, собственно говоря, стоит исправить эту ошибку, тем более, что руководство страны официально обращается к нам за помощью. И помощь эта должна быть оказана. И я думаю, что она в любом случае будет оказана в каком-то опять-таки деле. Знаете, я восхищена, на самом деле, его стратегией. То есть то, что началось в Сирии, это то, чего не ожидал, собственно говоря, никто. То есть мы начали бить по террористам на дальних подступах, совершенно точно так же, как это делают наши оппоненты. И у нас было на это полное моральное право, потому что орды боевиков, они как двигались на наш Северный Кавказ, так и продолжают двигаться, создавая ячейки экстремистские, насыщая регион экстремистской литературой, создавая у нас на юге зону нестабильности. Уже не говоря о том, что теракты происходили в Москве, и естественно, что ударить по логову ДАИШ было просто долгом чести. Для нас это было сделано, это делается просто на самом высоком уровне, туда реально направляются, насколько мне известно, лучшие люди, которые проходят самый тщательный отбор. В общем, я считаю, что Владимир Владимирович в регионе проводит очень правильную политику. Я надеюсь, что не будет она остановлена на Сирии, будет оказана помощь и Ливии тоже. Опять же, вопрос ее объема, я думаю, что будет определенный уровень секретности, но я считаю, что это правильно. Да, я даже не сомневаюсь, что там сейчас все пойдет по ужесточению. Ну, что же делать, война есть война, конечно, никому не хочется, но, как сказал, если я не ошибаюсь, Низша, что если бы человечество могло бы жить без войны, оно давно бы это сделало. И просто ситуация в Сирии – это одно из проявлений глобального противостояния, это один из фронтов Третьей мировой войны, в котором не надо иллюзий, это стороны конфликта, это Россия и США, то есть силы суши и силы моря, то есть чистая геополитика в чистом виде. Во-первых, если придет Трамп, ну, мы знаем, что он является сторонником доктрины Монро, то есть он просто, мы разделим сферу влияния, и Россия действительно восстановит свое влияние на Ближнем Востоке. Если же придет Хиллари Клинтон, то, ну, как бы, долгом России будет, собственно говоря, это влияние усилить дипломатическим и силовым образом, потому что, ну, без этого просто наград на нас будет идти и в дальнейшем, и просто будут последствия слишком серьезные для нас. И так мы очень долго теряли, вообще в регионе, на всем Евразийском континенте, и нельзя продолжать уступать, собственно говоря, наш оппонент понимает только силу. Слабость, как это, ну, слабостью для него является, там, не знаю, наша попытка соблюдать международное право, следовать правилам ялтинского мира. Противник понимает только силу. К сожалению, это так, не мы это начали. Да ничего, нормально.